А был ли конфликт? В Министерстве культуры сегодня выясняли, чем недовольны танцоры, которые будут участвовать в представлении Мара Зэма на празднике песни и танцев в 2018 году и даже написали президенту Латвии протестное письмо. Оказалось, что всем довольны. В ситуации разбиралась Галина Солодовник. Мара Зэма – рассказ о Латвии с 12 века до наших дней. Впервые в истории праздника песни и танцев в 2018 году планируют показать грандиозное представление с участием 15 тысяч танцоров. И впервые подготовка к празднику сопровождается конфликтом самих танцоров и постановщиков. Так, по мнению некоторых участников представления, по крайней мере две композиции по своему звучанию напоминают советские марши, а хореография ассоциируется со скульптурой рабочей и колхозницы. Более того, там нет ни одного движения из латышских народных танцев. Несколько сотен возмущённых танцоров даже написали президенту Латвии письмо. Сегодня конфликт обсуждали в Министерстве культуры. И никакого конфликта не обнаружили. Нам было непонятно, как появилось письмо, если наши танцевальные регионы, их главные руководители, письменно или по телефону высказали поддержку замысла большого танцевального представления. У танцоров есть возможность принять участие в представлении, какого до сих пор ни разу не было. Танцоры рады такой возможности, и особенно сельские танцоры. Была творческая дискуссия, высказаны мнения, но в том, что я услышала, нет ничего непреодолимого. Большое представление, там 15 тысяч человек, и надо понимать, что мнения могут быть разными. И мы не считаем, что в танцевальной отрасли сегодня какой-то кризис. Министерство культуры получило письмо в поддержку представления, но не получало ни одного письма против этого мероприятия. Только в социальных сетях читало. Получив поддержку, художественный руководитель представления Мараса Зэме Янис Пурвенш заявил, что свои замыслы творческая группа продолжит реализовывать. И хотя неофициально известно, кто стал инициатором протестного письма президенту, никто в его авторстве не признается. Вы не знаете, откуда растут ноги у этих негативных мнений? Нет, мне трудно сказать, откуда. Меня нет ни в одной социальной сети, ни в Фейсбуке, ни в Драуге МЛВ. А вот про новые костюмы, да, было в сентябре. Мне не понравилось, что появятся дополнительные расходы, и лягут они на плечи самоуправлений. Они и так поддерживают коллективы, чтобы мы могли в разных конкурсах участвовать, например. А в тот момент даже неясно было, что за новые костюмы. Так что я был противником. В самоуправлении оплачивать новые костюмы для танцоров не согласились. И что будет дальше, пока неясно. Всё будет в рамках бюджета праздника. С самоуправлением и танцором не надо будет вкладывать средства. Будем другие решения искать.